Всем привет, друзья мои! У нас третий день, третий эфир, итоговый. Давайте немножко, немножко терпения, и наш с вами марафон завершится. Нужно от вас немного, еще немного сил, для того, чтобы голова не опухла от полученных знамений. Всем здравствуйте! Вижу присоединяющихся. Интересно, сколько нас тут будет? Насколько вы любите Катюшку больше, чем, не знаю, как вы проводите обычный пятничный вечер? Чему я помешала сегодня? Семейному ужину, либо, может быть, походу по барам? Друзья мои, здравствуйте! У нас с вами третий, завершающий эфир нашего марафона. Готовьте тетрадки. У нас в начале, как всегда, теоретическая часть. Идеальная шлифовка, наш сегодняшний эфир, наша сегодняшняя тема. Пока небольшая перекличка. Хорошо ли меня видно? Хорошо ли меня слышно? Пропишите, пожалуйста, в комментариях, отметьте с сердечком, для того, чтобы я могла понимать и могла начинать нашу теоретическую часть. Одну секунду. Так, я вернулась. Так. Отключила все оповещения, включила авиарежим, чтобы никто не помешал нашей с вами сегодняшней встрече. Сейчас немножко поправлю свою гулю, пока вы не отвечаете на вопросятки. Хорошо ли меня видно? Хорошо ли меня слышно? И мы с вами начинаем. Все отлично, отлично, все ок. Сердули тоже вижу. Господи, да, отлично, что у нас с вами все хорошо. Итак, мы сейчас... Давайте, небольшой блицкрик, с которого начинается каждый эфир. Сегодня у нас опять три части эфира. У нас сегодня совершенно точно будет три эфира. Объясняю. Первый эфир «Теория». Сегодня точно в пределах 45 минут. Ну уж ни в какие ворота не лезет с вами сидеть по три часа каждый день. Все расскажу. Мы проговорим и пропишем каждый пункт. И даже больше, потому что после бьюти-дэя, после конгресса я принесла еще много инструментов, еще много ништячков, которыми хочу с вами поделиться. Поэтому пустые странички вам тоже сегодня понадобятся для заполнения. Мы с вами проговариваем на теории про инструменты, про препараты для ухода, про все способы шлифовки. Далее я выхожу из эфира и перезахожу. Буквально там минуток 5-10 мне нужно будет переодеться, настроить нашу модель. Хотите, покажу модель. Если хотите, чтобы я показала модель, сейчас отметьте мне, пожалуйста, здесь в комментариях. Я вам покажу ее стопы, если есть желающие. Вот, соответственно, я перезахожу во второй эфир и у нас с вами будет практическая часть. Практическая часть четко по шлифовке. Поэтому сразу предупреждаю, я быстро сниму толщину кожи. Я сделаю это в эфире для того, чтобы мы на этом не стопорились. А потом направлю камеру уже более детально. И каждую трещинку, каждую вот прямо зацепочку, каждый, каждый элемент на стопе мы с вами будем прошлифовывать. Сегодня у нас не будет вот такого, что Катя села и сделала полноценную шлифовку стоп. Мы будем шлифовать кусочки стопы. Почему? Потому что мы будем шлифовать абсолютно разными способами. Будем там пробовать файлы, будем работать дисками, будем работать алмазными фрезами. Шлифовать мелкие трещинки, будем работать карбид-силиконовыми полировщиками. Поэтому стопа будет как мозанька. Мы будем работать разными способами. Хотим. Давайте тогда покажу, раз хотите. Поставлю макрокамеру, потому что эти стопы... Я сейчас подниму креслица. Эти стопы нужно видеть в макролинзы. Они настолько прекрасны. Я думаю, что вы зацените. Посмотрите. Посмотрите. Красотень. Красиво. 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 Я знаю, что вы такое любите. Смотрите, как красиво. Я знаю, что вот именно такие стопы чаще всего... Слышите? Самый смак. Я просила модель месяц не мазать кремом ноги. Все, как вы любите. Как вам такое? Давайте в макролинзе покажу теперь, как это выглядит. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусняшка. Да, я так и знала, что кто-нибудь напишет вкусняшка. Как говорится, мастера ищите извращенца. Вкусняшка в понимании мастера. Это совсем не вкусняшка в понимании обычного человека. Супер. Мои. О, значит, вам сегодняшние мои рекомендации очень даже пригодятся. Ну что, я возвращаю камеру пока на себя. Напоминаю, это будет вторая часть нашего сегодняшнего обучающего дня. И я на практике зашлифую эти стопы. И третий эфир. Третий эфир я выйду с розыгрышем. Разыграю пять наших призов, в том числе секретный пятый приз для участников. Напоминаю, какие были условия для розыгрыша. Вы еще можете успеть. Потому что условия, ну, очень простые. Вы ставите лайк под постом, который так и называется розыгрыш. Подписывайтесь на всех спонсорах, которые, собственно, в подписках аккаунта. Опять же, публикации, которые называются розыгрыш. В описании упомянуты все пять спонсоров. Это я. Это магазин Paradox. Это магазин Topshop Nails. Нет, не Paradox, прошу прощения. У нас там... Или Paradox. В общем, заходите в пост розыгрыш, пока я сейчас лишнего не наговорила. И там все условия описаны. Вы подписывайтесь на аккаунт спонсоров и лайкайте этот пост. Все, в конце я рандомно, среди лайков выбираю пять счастливчиков, пять победителей, которые получат призы. Так, все, вижу комментарии, мне хорошо слышно. Я во время проведения эфира комментарии закрываю для того, чтобы они не мешали и не отвлекали меня. Я потом открою комментарии для того, чтобы вы смогли задать необходимые для вас вопросы. По теме сегодняшнего эфира. Пожалуйста, не задавайте вопросы на какие-то отрешенные темы. Давайте мы не будем сегодня обсуждать лаки, однофазники, гной, анихолизис. Наша сегодняшняя тема шлифовка. Поэтому все вопросы по шлифовке я отвечаю, на все остальные вопросы я пролистываю. Прошу понять, простить, ценить мое время, время модели и время других участников. С удовольствием пообщаюсь на интересующие вас темы в своем аккаунте frozen.nail. Также во время практики я тоже отключу комментарии для того, чтобы на них не отвлекаться. В конце эфира вы сможете задать вопросы. У нас будет много времени на ваши вопросы. Главное, не забывайте их. Лучше выписывайте на какой-то отдельный листочек для того, чтобы к концу эфира вы смогли их вспомнить. Все, я начинаю, сердечки вижу. Соответственно, готова начинать, готова переводить камеру уже в другую плоскость. Плоскость сегодня моего стола, чтобы вместе с вами заполнять нашу рабочую тетрадь. Итак, погнали. Выключаю комментарии. Посмотрите, как много у меня здесь добра. Как у меня много здесь всего. Всего того, что мы с вами уже, многие из вас, кто готовился к марафону, наверняка видели в тетради. Я все это приготовила для вас, чтобы мы сегодня все наглядно разобрали. Не только на модели, но и в теории. Собственно, дорогие мои ученики, открываем тетрадку на странице, где у нас подписано третий эфир «Идеальная шлифовка». И начнем с вами разбор. Для начала, какие существуют техники в обработке стоп. От этого мы будем с вами плясать, определяя, какие могут быть способы шлифовки. Начну с простого и самого старого. Это, прежде всего, классическая техника педикюра. Для выполнения классической техники педикюра, а именно шлифовки в классической технике, нам необходимо использовать металлическую пилку. Вот такую свою. Вот у меня металлическую пилку. Также на рынке есть пилки на деревянной основе уже с уже нанесенным абразивом. И пластиковые тоже с уже нанесенным абразивом. Я надеюсь, что вы понимаете, что такие пилки очень устарели, готовые пилки. Они не гигиеничны. Они не могут, не имеют места быть в кабинете педикюра, потому что, ну, вы просто-напросто не сможете ее обработать, не сможете ее дезинфицировать, не сможете ее стерилизовать и, соответственно, использовать даже повторно на одном и том же клиенте. Второй момент – это то, что на таких деревянных пилках, давайте, дерево и пластик, давайте назовем это масс-маркет, нет, давайте, не масс-маркет, а с готовым абразивом. Сразу минус. Потому что не гигиенично, потому что не имеет места быть в кабинете педикюра и потому что абразив чаще всего используется острый песок, либо острый корунт. Недостаточно хорошо нанесен, то есть, если присмотреться на такой абразив, там одна чешуйка высокая, острая, одна маленькая, одна там еще меньше, еще высокая, еще. И этот неравномерный, еще и острый абразив царапает, рвет кожу и, как следствие, приводит к тому, что кожа очень сильно травмируется. Такого мы не должны допустить, это не имеет места быть в нашем кабинете. Мы можем использовать лишь основы и клейкие абразивы. Клейкие, давайте сначала про основу опять же поговорим. Металл или пластик? Конечно же металл, потому что для стерилизации пластика нужен автоклав. И еще после стерилизации, даже в автоклаве, пилки пластиковые основы, они мутнеют. Кто хоть раз покупал пилку от Golden Trace, они безумно красивые. Вот эти пластиковые пилочки, есть фиолетовый цвет, есть золотой цвет, есть черный цвет, они все такие в блестках. Видели эти пилки? Сейчас сердечком мне ответьте. Согласитесь, пилки бомба. Смотрятся очень красиво и эффектно. Но возникает один большой вопрос, как их обрабатывать в кабинете педикюра. В кабинете педикюра не имеет места быть холодной стерилизации. Только либо сухожар сертифицированный, либо автоклав. Хотите интересный факт про холодную стерилизацию? Я готовлю публикацию, но сейчас с вами поделюсь одной, можно сказать, эксклюзивной и секретной информацией. На секундочку на себя переведу камеру. Я, лирическое отступление, но не могу вам этого не рассказать. Ищу пока фотографию. Я в качестве эксперимента нашла несколько моделей с грибковым поражением ногтей и стоп. С очевидным, подтвержденным, либо не подтвержденным, но очевидным. И пригласила к себе на педикюр. И вот одна из таких моделей. Вы ногти этой модели уже видели в первый день нашего марафона. Вот эти ногти, вот эта кожа, вот эта стопа, сейчас стопу тоже покажу, фотки у меня тоже есть. Эта модель пришла ко мне на педикюр, на обработку. Вот это ее стопа. Видите, гипергидроз, видите, как разъета кожа между пальцами. Эта модель пришла ко мне на педикюр, и у нее, внимание, господа знатоки, 4 отрицательных теста на грибковую инфекцию. 2 в хеликсе соскоба простых и 2 посева. Внимание, 2 посева. Говорят о том, что на этой стопе, на этих желтых ногтях, сейчас опять не буду их искать, на них нету грибковой инфекции. Что сделали мы с ученицей? Мы взяли щеточку и как натерли эти ногти, эту стопу, это межпальцевое пространство этой щеточкой. И щеточку отправили на исследование. Кто не знает, кто, может быть, недавно подписан на мою страницу, либо вообще не подписан на мою страницу frozen.nail и не знает обо мне ничего. Я училась в ССГМУ имени Мечникова, это медицинский университет, и у меня осталось, хоть я не стала врачом, у меня осталось очень много контактов в медицинской среде, в медицинской сфере. И я отправила эти щеточки, и конкретно эту щеточку, на исследование в Мечниковский университет. Это первый мед, это у Мечниковский, прошу прощения, Павлова. Первый мед Павлова, медицинский университет, отправила в исследовательскую лабораторию, на капитру микробиологии. И отправила эту щеточку не просто так. Я отправила эту щеточку после стерилизационного раствора. те мастера, которые давно практикуют, они знают, что дезраствор по инструкции можно использовать и в качестве не только дезинфицирующего, но и стерилизационного. Но практика показывает, что такая стерилизация, она не имеет ничего общего с настоящей стерилизацией, потому что она просто невозможна к исполнению в рамках кабинета педикюра. Так вот, внимание, я демонстрирую вам вот прям скриншот экселевской таблицы, которую мне отправили после результатов исследования посевов с этой щеточки. Внимание, на первых фотографиях, я, конечно, своей мордашкой немножко их перекрываю, эти фотографии, эти чашечки, но там все прекрасно видно. Это то, что выросло, это то, что выросло на посеве с этой щеточки. То есть, ну, тут грибковая инфекция, и она очевидна. Эта грибковая инфекция осталась на щеточке. Дезраствор в стерилизационной концентрации проблему грибковой инфекции на щеточке не решил. На щеточке остались споры грибка, и вот оно, что выросло. Это вам, так сказать, наглядная демонстрация. Если вы еще стерилизуете щеточки в дезрастворах, тогда я иду к вам. Вы скажете мне, Катя, но ведь не каждый клиент приходит с грибковой инфекцией. Да окей, не каждый клиент приходит с грибковой инфекцией. Но дело в том, что у большинства клиентов есть грибковая инфекция. Споры грибов 100% есть. Вполне себе, они могут выглядеть здоровыми, не быть отслоений, быть небольшой, небольшой опрелости, которую вы примете за гипергидроз, небольшие эрозии на стопе, которую вы также спишите на гипергидроз, налет, который вы спишите на шелушение и обработаете эту стопу. А на самом деле там грибковая инфекция. Какой итог? Вы со своей щеточкой, со своими многоразовыми расходниками, которые не можете простерилизовать нормально в сухожаре либо в автоклаве, вы просто-напросто от клиента к клиенту переносите эту инфекцию. И вы являетесь депо грибка для ваших клиентов. Как вам такая информация? Тут не видно текста, но я вам проговорю, что написано в тексте. Мы устроили не простой посев, то есть посев есть грибок, нет грибка. Мы устроили посев не только на наличие грибковой инфекции и на то, какая это грибковая инфекция, но и на резистентность. Мы выполнили исследование. Что значит на резистентность? Мы закупили основные антимикотические препараты, которые используются для лечения грибковой инфекции в кабинете дерматолога и, соответственно, попытались вывести, если очень примитивно, убить эту грибковую инфекцию при помощи этих препаратов. И если вы заметите, то во втором столбике просто буковки. Там буковка либо R, либо S. Буковка S говорит о том, что препарат работает. Он чувствителен. Грибковая инфекция будет чувствительна к этому препарату и значит получится ее вывести. А буковка R, которая очень много в этом столбике, означает резистентность. Что это значит? Это значит, что грибковая инфекция устойчива к этому виду антигрибкового препарата, противогрибкового препарата. Я надеюсь, что, давайте, такое небольшое лирическое отступление было вам очень полезно. И вы, если еще дезинфицируете щеточки, то так больше делать не будете. К чему я вообще это говорила? к вопросу о стерилизации и дезинфекции наших основ. Пластиковую основу можно только дезинфицировать в ДС-средстве, а значит, полностью инфекцию вы с нее снять не сможете и будете переводить с одной стопы на другую, даже с учетом того, что вы будете менять файлы. Поэтому металлическая основа и, соответственно, мягкие файлы. Если мы говорим о шлифовке, давайте мы четко с вами сразу разграничим, что такое шлифовка. Шлифовка – это снятие шелушений, снятие отслоившихся кусочков кожи. Это не про снятие толщины мозоли, это про снятие с поверхности. Поэтому ни о какой высокой гритности речи идти не может. Я не говорю, что вы приходите к клиенту и сразу берете и берете 180-й грит. Вот увидели стопу, которую я сейчас вам показывала? Вот эту желтую пяточку, хоть и шелушащуюся, хоть и с большим количеством мелких трещинок, но она желтая, она плотная. Если вы сразу начнете ее шлифовать, неважно, мягким файлом, либо мягким диском, либо мягким колпачком, возьмете сразу карбидно-силиконовый полировщик, вы же понимаете, что ничего не произойдет. Вы сначала в последовательности своей работы, вы всегда свою работу начинаете со снятия кератоза, снятия уплотнений. Кератоз. Я буду сокращать слова, вы пишите полностью. Это общая схема любой техники. Любой. Мы всегда сначала снимаем самые уплотненные участки. Кератоз. Это обычно происходит жесткими гритами. Скорость, если это аппаратные техники, зависит от способа аппаратной техники, диски, колпачки или алмазные фрезы. Тут мы не будем останавливаться. Нам интересен второй этап. Это как раз таки шлифовка. то есть поверхностное снятие шелушений от слоившихся кусочков кожи. Ну, собственно, какое образование? Такой почерк, знаете ли, медицинское образование. Лекцию. Попробуй записать лекцию красивым почерком. Но я все дублирую своими словами для того, чтобы вы могли понимать, что я пишу. Так вот, мы сегодня говорим про этап шлифовки, про второй этап в нашей работе. Снятие кератозы, разумеется, выполняется каким-то жестким абразивом, даже если речь идет о пилке. После этого мы можем использовать мягкий абразив и файлы. Это будет наиболее гигиеничным. Что использовать? металлическую пилку плюс одноразовый абразив. 180-220 грит. Это наилучший вариант. 180-220 грит из корбида кремния. Корбид кремния отличается от обычного песочного либо корундового абразива тем, что на его поверхности абсолютно нету острых чешуек, даже на жестких гритах. То есть, если мы посмотрим по сравнению с этим увеличением, по сравнению с песком, увеличена нашу поверхность корбид кремниевого файла, то мы увидим вот такие чешуйки. Они не имеют острия. Они немножко уплощены. Это не значит, что они будут плохо пилить или плохо работать. Они будут прекрасно работать. Единственное, чем отличие, они будут работать, они не будут цеплять кожу. Вот сейчас в макролинде показываю вам этот абразив. они не будут цеплять кожу. Они будут работать на поверхности, собственно, то, что нам и нужно. Не углубляться в кожу, не тянуть кожу и не создавать новых шелушений из зазубрин. Как мы используем абразивы и пилки? Разумеется, первый этап снятия кератоза. То есть, мы всегда снимаем сначала толщину с кожи, если в этом есть необходимость. От одной трети до половины от уплотнения. Все в зависимости от толщины кожи изначальной. Далее, мы приступаем к шлифовке при помощи пилки. Мы работаем пилкой по рисунку кожи. Это пяточка, если что. Мы работаем пилкой по рисунку кожи. так, 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 так. Так, что произошло? Куда делась наша картинка? так, все, сообразила, случайно перекрыла картинку. Все, я вернулась к вам. Хотела увеличить, случайно задела другую кнопочку. Вот, смотрите, если мы начинаем с нашей пяточки, то вот как начинается наша работа. Наши движения будут условно елочкой. Вниз и к центру, вниз и к центру, вниз и к центру. По пяточке тоже у нас движения будут вниз и к центру. И мы будем таким образом скатывать с кожи поверхностные шелушения. Но, какие есть минусы у нашей пилки? Это то, что классическая техника, она никогда не может быть идеальной. Вспомните ту кожу, которую я вам показала в начале эфира. Кожу нашей модели, где большое количество мелких шелушений, зацепок и просто вот чешуя на пятке. Просто напросто идеально вышлифовать мелкие трещины на истонченной допустим кожи при помощи пилки невозможно. Почему? Потому что вот так вот, если я нарисую пяточку, представьте, что вот это пятка вашего клиента. Вот на ней такие трещины. Кожа при этом у него не толстая, а нежная, пергаментная кожа. Ксирозная кожа, очень тонкая. И представьте, что вы берете вот такую лопату и начинаете работать. Да, окей, по движениям, по правильным движениям начинаете работать по стопе. Ну, площадь соприкосновения. Вот моя рука, вот трещинка. Представьте, что это трещинка. Я начинаю лупить пилкой работать. Вы же видите, что я работаю не только по трещинке, но и по близлежащим участкам кожи. Я в ходе своей работки, пока я буду там вышлифовывать каждый край. Я просто-напросто перепилю живые слои нормальной здоровой кожи, работая хоть и мягким абразивом. Поэтому идеального результата, к сожалению, если вот такая кожа, как у нашей модели, допустим, мелкие, много мелких шелушений, либо тонкая кожа плюс трещины на ней, идеального результата не допиться. Вы можете выкусить при помощи кусачек, ножничек, кусачки глазки, выкусить торчащие чешуйки с этой пяточки, но идеального результата, такого, как после дискового педикюра аппаратных техник, вы не получите на такой коже. Поэтому эта техника подходит для нормальных ножек, для хорошеньких, без наличия трещин. И то, если вы работаете вот такой деревянной пяткой, пока вы будете работать на сухую пилкой, либо даже просто на размациерированную стопу пилкой, вы просто-напросто доустанете, рука отвалится у вас. Поэтому лучшим вариантом являются либо аппаратные техники, колпачки, либо дисковая техника. Далее, мы с вами перейдем колпачковой техники, перелесните одну страничку. К дискам чуть дальше к вами вернемся. Для выполнения колпачковой техники педикюра нам необходимо использовать резиновую основу, которая, внимание, сухожарится. Она сухожарится. Я очередное доказательство того, что она сухожарится, это то, что она в крафт-пакете. Я надеюсь, что это для всех очевидно. Далее, нам нужны колпачки. Я принесла свой ящичек пандоры с колпачками и хочу с вами обсудить, какой же колпачок лучше всего подойдет. Кстати, лирическое отступление про резиновую основу. Резиновая основа далеко не каждая сухожарится. Резиновая основа Лукас, резиновая основа Карт, резиновая основа Диви Нейлс. Три вида этих резиновых основ совершенно точно сухожарятся. Поэтому записывайте их себе как мои любимые и как те, которые сухожарятся. Плюс, какую выбрать резиновую основу? Прежде всего, небольшой средний диаметр. Не слишком маленький, не слишком большой. Какой средний? Десятый. Десятый диаметр наиболее универсален в работе. Десятый диаметр наиболее универсален в работе, так как на него можно найти много колпачков. Он универсален. Если вы возьмете резиновую основу, допустим, от Лукас 11 диаметра, наверняка кто-то из вас видел эту резиновую основу, она такая вытянутая, длинная. Она не сильно шире, чем эта резиновая основа, но она более вытянутая. Если эта небольшая, то будет по длине раза в полтора длиннее. С одной стороны, классно, больше площадь соприкосновения, а значит вы быстрее обработаете стопу. Но есть и минус. Вы становитесь привязанными колпачкам Лукас, потому что они, ну, потому что вот таких колпачков, кроме этой фирмы, никто не изготавливает. Поэтому вы не сможете найти альтернативу Лукасу. А под десятый диаметр там колпачок Диви Нейлс, колпачок синенькая основа, Мед Капс, колпачок Карт, колпачок Лукас, опять же, колпачок от Патриса Нейлс, господи, у меня даже такие есть, у них тоже есть десятый диаметр, колпачок от, где же, где же, где же, от Алиэкспресс, вы же знаете, я не я, если не не дам, не поделюсь ссылкой колпачками с Алиэкспресс, поэтому абсолютно, абсолютно любой колпачок вы сможете купить, подобрать под свой десятый диаметр, он будет универсален, какой же все-таки выбрать колпачок при их таком разнообразии, мы с вами выбираем колпачки из карбида кремния, то же самое, что у нас было и с файлами для пилки, и маленький спойлер, то же самое, что у нас с вами будет и с файлами для дискового педикюра, карбид кремния это наилучший материал для выполнения различных шлифовок, такие колпачки из карбида кремния есть у мед капс, такие колпачки из карбида кремния есть у карт, еще я нашла неплохие колпачки, они правда не из карбида кремния, а из карунда, но они очень качественно выполнены у продавца на алиэкспресс, вот эти розовые колпачки, кто не видел, на них есть ссылка, эта ссылка, ее можно найти в закрепленных сторисах на основной странице frozen.nail так вот, эти колпачки, они хоть и из корундового материала, он сам по себе вообще изначально острый, но здесь настолько мелкая, хорошая, качественная, равномерная напыление, что они не царапают и не рвут кожу, и отлично подходят для шлифовки, ну собственно с брендом медкапс, я думаю вы знакомы, это тоже такие достаточно популярные колпачки, ну и бренд карт, моя любовь, тоже изготавливает колпачки из карбида кремния, карбид кремния и супер мягкий абразив, карунда, супер мягкий, какой взять колпачок по гридности, если карбид кремния, то вы можете иногда даже 80 зашлифовать, на какой коже, я не призываю вас шлифовать всегда 80 гридом, потому что на тонкой коже такой грид действительно может пропилить кожу, несмотря на то, что это карбид кремния, нет, но если вы работаете на гипергидрозных ногах, вот представьте перед вами желтая пятка, вот для визуализации вам пластиковая пятка, вот такая вот реально пластиковая пятка, резиновая, желтая, не гнется, вы возьмете жесткий грид для того, чтобы выполнить первый этап нашей работы, а именно снятие кератоза, снятие толщины кожи, вы таким колпачком подснимите толщину кожи, в ходе работы он у вас немножко подзабьется кератозом, сам абразив, и вы, когда соответственно закончите снятие кератоза, сможете приступить к шлифовке, и уже подзабитым карбид кремниевым абразивом такую прорезиненную кожу вы легко зашлифуете, но чаще вам подойдет 150 грит и больше, но по моей практике не стоит закупаться 100-500 колпачками, да потому что это, мягко говоря, непрактично, но колпачки стоят 50-60 рублей, иметь 100-500 колпачков в каждой гритности, да вы разоритесь на одни только колпачки, берите жесткий колпачок один, 60-ку либо 80-ку и берите, закупайте 150-е гриты, 150-м гритом вы сможете и что-то подснять и зашлифовать, потому что 150 грит это средняя жесткость, она может снимать толщину кожи, при этом 150 грит карбида кремния не будет царапать кожу, не царапает кожу и поэтому сможет не только подснимать, но и шлифовать, такой универсальный колпачок, если вы хотите зашлифовывать какими-то колпачками альтернативными, не карбид кремниевыми, допустим песком, либо допустим корундом, как у меня здесь, то корунд и песок берем более 180 грит вот это как раз таки у меня колпачок 180 грит и то это исключение в основном песочные колпачки они очень острые и даже 180 220 грит он может цеплять кожу и не давать вам идеальной шлифовки особенно вот такие вот колпачки это лукас который так очень часто хвалят подологи но на деле лукас очень сильно испортился на самом деле это колпачок внимание 320 грит но из-за того что во-первых в принципе песок это острый абразив видите если я продавливаю даже на свой палец он мне пилит кожу то есть он может зацепить тонкую кожу плюс некачественно изготовленный абразив видите какими волнами он здесь идет да конечно вы распилите тонкую кожу пока будете шлифовать поэтому мой рекомендацион это либо карбид кремниевый 150 грит либо в качестве исключения по ссылке в закрепленных сторисах вы можете найти у меня колпачки с алиэкспресса тоже на пластиковой основе они хорошо встают на резиновую основу плотно встают не так быстро нагреваются как в принципе колпачки карт и медкапс и соответственно с их помощью зашлифовывать кожу так сердечки это значит что все в порядке я предполагаю дальше продолжаю нашу с вами беседу способов шлифовки у нас очень очень много то есть каждый преподаватель вам будет говорить свой способ универсального как бы одного сказать что я истинно в последней инстанции нет такого я вам не скажу и возможно вы шлифуете немножко по другому но тем не менее познакомьтесь с моим способом шлифовки когда я шлифую стопу я работаю по рисунку кожи подпишите по рисунку кожи то есть соответственно вот здесь у нас будут вот такие нити вот здесь у нас по пяточке будут ободки по большому пальчику вот здесь тоже будет подзакручиваться линии и вот я своей резиновой основой прямо веду по этим линиям я правша левши зеркалят все что я говорю я правша работаю на форварде 12-16 тысяч оборотов это достаточно большие оба ой не форварде прошу прощения друзья мои реверсе шлифовку выполняю на реверсе извините пожалуйста оговорилась на реверсе 12-16 тысяч оборотов это достаточно большие обороты но тем не менее мы работаем достаточно быстро поэтому это не сильно повредит вашему аппарату особенно если вы правильно выбираете резиновую основу для напомню кто не был на прошлых марафонов для аппаратов с закрытым цанговым зажимом необходимо выбирать резиновые основы от ну примерно 4 сантиметра и для педикюрных аппаратов тоже для аппаратов с открытым цанговым зажимом необходимо выбирать основы 3 сантиметра коротенькие основы когда вот так вот вот настолько короче сама ножка которую вы вставляете в ручку аппарата тогда и соответствующий диаметр у нас 10 диаметр мы с вами вроде как пришли к общему знаменателю что это наилучший диаметр во всех отношениях и тогда ручка аппарата ваша сохранить свою жизнь и никакой вибрации вы не почувствуете соответственно реверс 12-16 тысяч оборотов без давления я прямо глажу кожу я иду по ходу движения то есть ну справа налево сверху вниз по линиям как они у меня идут у вас фреза будет катиться а не сопротивляться но нам-то это и нужно нам не нужно чтобы фреза уходила глубоко в кожу и снимала куски нам нужно чтобы фреза наш колпачок катился по поверхности кожи не углублялся в нее не зацеплял никакие ткани которые нам уже нет необходимости снимать и соответственно работал только по торчащим шелушениям это наша цель поэтому мы работаем на вере-реверсе поэтому у нас колпачок будет катиться если вдруг встала какая-то ну большая шелушка большой кусочек кожи я все время иду в эту сторону в эту сторону в эту сторону а чтобы ее подцепить я могу точечно поддеть ее на сопротивление то есть не справа налево а слева направо поддеть только вот эту шелушинку и дальше продолжить шлифовать по рисунку кожи справа налево сверху вниз то есть по ходу фрезы так я прорабатываю всю кожу прохожусь сухой салфеточкой проверяю все участки кожи ну и как следствие соответственно если где-то что-то цепляется я точечно это дорабатываю кончиком своего своей насадки своей резиновой основы у резиновой основы как вы понимаете есть несколько поверхностей носиком резиновой основы мы никогда не работаем мы работаем либо щечной частью именно ей вы можете точечно подцепить какое-то шелушение либо пузиком нашего инструмента вот про шлифовку колпачками закончила давайте поговорим с вами про карбидно-силиконовые полировщики кто работает карбидно-силиконовыми полировщиками и шлифует полирует стопу ими подпишите мне сейчас пожалуйста вот здесь сердечком сердечком мне как вы подпишите комментарий я закрыла хитруля сердечком не отправьте я соответственно это увижу и сразу прокомментирую то что вижу пока не вижу у нас эфир идет с отставанием поэтому я чуть позже увижу ваши сердечки смотрите я не полирую при помощи карбидно-силиконовых полировщиков вот давайте вот кто сейчас я вижу летят сердечки давайте сейчас на вопросы не отвечаю поэтому не торопитесь их задавать просто те кто у меня полирует стопу при помощи карбидно-силиконовых полировщиков скажите мне пожалуйста на каких оборотах вы это делаете на реверсе на форварде и получается ли у вас идеально зашлифовать заполировать кожу делайте ли вы это по сухому или по маслу может быть среди вас есть и такие умельцы не стесняемся те кто оставляет сердечки по поводу карбидно-силиконовых полировщиков и просто силиконовых полировщиков пожалуйста прокомментируйте то что я сказала на каких оборотах это делаете на какой скорости это делаете по сухому по маслу и получается ли достигнуть у вас нужного результата я жду ваших ответов в комментариях потому что у меня относительно этих инструментов есть свое мнение свое мнение скорее всего отличное от вашего пробовала реверс 8000 оборотов не получилось по маслу на минимальных оборотах но вы давайте так мы с вами проговорили этапы работы 5-7000 оборотов по маслу по маслу 5-6000 оборотов 10 тысяч оборотов по маслу внимание друзья мои я вас хочу расстроить вы не шлифуйте кожу вы кожу полируете давайте так вот я сейчас представьте что это кожа если вы смотрим на нее сбоку вот это слой кератоза вы его спиливаете первым этапом снятием кератоза после этого у вас остается ну нормальной толщины кожи и мелкие шелушения когда вы работаете на шлифовке ш шлифовка ш шелушение вы по сути поддеваете спиливаете снимаете кусочки кожи с поверхности то о чем говорите вы это третий шаг и он не всегда обязателен можно и без него это полировка полировка кожи смотрите полировка кожи у нас выполняется уже когда вы сделали шлифовку и сняли все эти кусочки кожи и по сути у вас уже гладкая стопа но вы хотите добиться вот этого идеального результата вот прям вот чтобы она блестела сверкала как медный таз чтобы она чешуйки были чешуйки прямо были спрессованы просто натертые так что ну прям отражение можно было свое видеть и тогда да вы можете добавить масло а можете не добавлять масла если добавлять то сколько там обычно 3-5 капель на стопу в зависимости от состояния стопы в зависимости от того какое у вас масло насколько оно жирное насколько оно хорошо воспитывается и далее вы полируете при помощи корбид силиконовых полировщиков стопу и да это низкие обороты это от 5 до 10 тысяч оборотов в зависимости от техники кого как учили я люблю работать вот на 8 мой любимый диапазон это 8-10 тысяч оборотов круговыми движениями боковой поверхностью нашего корбид силиконового полировщика этот инструмент как полировщик работает насколько у него долговременный эффект если сравнивать его с бафом вот с такими вот элементами для дискового педикюра то конечно он не идет ни в какое сравнение потому что так заполировать как полирует баф до состояния зеркала корбидно силиконовый полировщик не может силиконовый полировщик не может у него не хватает для этого оборотов не хватает для этого площади соприкосновения и немножко по другой траектории в принципе идет движение поверхности нашей насадки поэтому для шлифовки корбид силиконовый полировщик какой бы он не был жесткий он подходит плохо то есть именно для шлифовки не для полировки а для шлифовки они есть разные все равно немножко остановлюсь с вами на этом моменте чтобы вы знали об этом инструменте для шлифовки повторюсь он бесполезен для полировки пойдет также многие любят шлифовать полировать боковые валики и кутикулу как я вчера это делала бафиком делать то же самое но при помощи таких насадок но более узеньких так вот посмотрите на наших ребят они разные по цвету два зеленых разных производств один серый один коричневый такой даже кирпичного цвета как у вас собственно в тетрадочке смотрите по жесткости сказать что какой-то вот всегда зеленый мягкий или всегда там белый мягкий еще бывает белый вообще все оттенки бывают нельзя сказать знаете почему потому что разный производитель по-разному изготавливает и у некоторых производителей серый это мягкий а у некоторых производителей серый это самый жесткий вот в данном случае я свои фрезы покупала в парадоксе, у меня здесь есть как китайские, так и белорусские полировщики, по стоимости полировщики сразу скажу, брала в парадоксе, вот один Германия даже, 250 рублей, китайские 200 рублей, чтобы не ждать с Алиэкспресса, быстро заказать в парадоксе, да еще и со скидкой от Катюшки 15%, Германия, Китай тоже остальные селеконовые, соврала, думала Белоруссия, но нет, немецкие полировщики, вот в данном случае здесь по жесткости, вот этот зеленый, китайский зеленый, он достаточно жесткий, а вот этот, он практически, ну вот как полировка, они вроде как одинаковые маркировки зеленый, но один производитель сделал его с таким средним полировщиком по своей структуре, а один производитель сделал его, ну прямо полировщиком-полировщиком, практически нету карбидных чешуек, ничего не цепляется, мне кажется, это даже видно по рельефу, по пористости, что вот этот гораздо, даже по звуку слышно, не знаю слышно вам или нет, что вот этот гораздо абразивнее, гораздо грубее, чем вот этот, поэтому цвет не всегда говорит о свойствах, поэтому всегда смотрите и щупайте, чаще всего мастера выбирают именно серый, он является таким золотой серединой, серый карбидный силиконовый полировщик, и с его помощью шлифуют, полируют стопу, почему для шлифовки это бесполезно, вот именно для шлифовки, снятия шелушений, для того, чтобы подцепить эти самые шелушения с кожи, нам нужно, чтобы в нашем абразиве, вот по сути давайте представим поверхность абразива, чтобы поверхность нашего абразива могла его зацепить, то есть ну вот какая-то пористость на поверхности абразива должна быть, на поверхности колпачка, ну очевидно, да, вот эта пористость, вот она, вот она, видите, у меня цепляется ноготь, именно в эту пористость, в эту абразивность будут цепляться наши чешуйки кожи, будут цепляться и вышлифовываться, с бафиками тоже все понятно, они тоже могут шлифовать, но мы с вами поговорим об этом чуть позже, но не так эффективно шлифовать, как шлифуют колпачки, допустим, или файлы, как шлифуют, потому что файл может зацепить больше чешуек, мягкий файл, разумеется, так вот поверхность нашего карбид-силиконового полировщика, но она практически, она пористая, вопросов нет, но размеры этих пор, но не настолько микроскопические, что они не смогут подцепить наших чешуек, и они, что обычно сделают, они вглаживают эти чешуйки в кожу, вот кто-то писал, что у меня не получилось зашлифовать, потому что он не шлифует, потому что он не способен зацепить кусочки кожи, он может быть, может вышлифовать самое вот такое микроскопическое шелушение, которое даже не видно вашему глазу, ну так оно не видно вашему глазу, оно и не будет мешать вашему клиенту, поэтому сидеть и карпеть с этим карбид-силиконовым полировщиком, на мой взгляд, это трата времени, поэтому результат меня чаще всего не удовлетворяет, если говорить именно о шлифовке. Если вы работаете колпачками и вы хотите полировать, то возьмите как дополнение к колпачковой технике карбид-силиконовый полировщик и на небольших оборотах, 8-10 тысяч оборотов, на форварде круговыми движениями, вот просто всю поверхность стопы, круговыми движениями в одну сторону, в другую сторону заполировывайте те участки, которые хотите, по часовой стрелке, против часовой стрелки, сильно не имеет значения, вы можете менять в одну сторону, в другую сторону. Можно для наилучшего результата полировки добавить масло. О том, какие масла хорошо использовать для полировки, мы с вами вчера об этом говорили, я не буду вчера и позавчера. Сегодня я на этом останавливаться не буду, поэтому прошу понять, простить и пересмотреть вчерашний эфир, если не переписали. Вчера было очень много годных лайфхаков, которые даже не относились к ускорению в работе. Далее, у вас не указано, но как способ шлифовки могут быть использованы алмазные фрезы. И об этом мы тоже вчера с вами заикнулись, прямо в начале практической части эфира. Когда у нас, как раз таки вот та самая история, когда мы говорим о шлифовке трещин на тонкой коже, то есть сама стопа у нас очень хорошо гнется, толщина кожи мизерная, но на этой коже, опять же, сымитирую пяточку, это пяточка, если что, это вся вот стопа у меня такая, с очень, с гиперпяточностью, очень большая пятка. И вот на этой тонкой коже много мелких трещин, много вот таких шелушений, как рыбья, чешуя. Как итог, вы начинаете работать пилкой, либо работаете колпачком, у вас большая площадь соприкосновения. Даже порой диском иногда невозможно подступиться, но диском чуть попроще подступиться, ладно. Вот вы работаете колпачком, у вас вот посмотрите, какая трещина и какой колпачок. Ваш колпачок все равно будет перепиливать близ лежащие ткани, пока вы будете выпиливать края трещины, эти мелкие шелушения. И будет у вас перепил, что безусловно грустно, вы же понимаете. Поэтому, для того, чтобы доработать какие-то мелкие шелушения, иногда можно обратиться и к алмазным фрезам. Какие хорошо подойдут для этого фрезы? Конусы, цилиндры, капли. Если говорить об алмазном абразиве, то это зеленый абразив, потому что он пилит. Возьмете красный абразив, да ничего не будет у вас пилить на стопе кератоз. Вот цилиндр, можно использовать острый цилиндр, а также можно использовать такой безопасный цилиндр. Вчера мы про него говорили как цилиндр, который неудобен и неэффективен в работе, но вчера мы с вами немножко другую тему обсуждали. Вчера мы с вами обсуждали ускорение в обработке ногтей. Вот этот цилиндр не ускорит вашу работу в обработке ногтей, но этот цилиндр безопасно сможет зачистить вам крайчики трещин, вообще выполнить раскрытие и зачистку трещины. Понимаете почему? Потому что у него нет абразива на окружности, на той самой округлой поверхности, которую мы вчера с вами использовали для снятия длины. У него на этом месте абразива нету. Он идеально гладенький. Помимо этого у него скошенные углы, на которых тоже нету абразива. Соответственно вы не перепилите то, что находится у вас внутри трещины. Представим, что вот эта трещина, если вы подставите вашу насадку, вы не перепилите своим носиком то, что у вас там внутри трещины. Именно поэтому эта фреза лучше подходит для такого рода работы. Эта фреза тоже из парадокса. Цилиндр Белоруссия с отсутствием абразива на округлой поверхности. Очень-очень классная фреза для таких целей. Напоминаю, вчера в начале практического эфира я показывала, как зачищать трещины при помощи этой фрезы. Вы очень схематически можете пересмотреть и, соответственно, тоже в конспект сюда себе добавить. Вот на как раз-таки пустую страничку. Кроме алмазных фрез, кроме того, что мы с вами перечислили, я знаю, чего вы ждете. Я знаю, чего вы ждете. Вы ждете дисков. Вы все ждете дисков. Кто ждет диски, давайте сердечко. Больше сердечек. Кто любит диски. Знаю, что именно эта тема вам наиболее интересна. И в конце нашей с вами сегодняшней встречи у меня для вас подготовлен небольшой сюрприз. Чуть позже его озвучу. А пока поговорим о шлифовке дисками. О шлифовке дисками. Что нам нужно для шлифовки дисками? Прежде всего, какие диски мы можем использовать для выполнения данной задачи. У меня на столе аж три диска. Всего в ассортименте дисков от ATIS четыре вида дисков. Это диск по диск 24 мм, диск 19 мм, диск 10 мм. Также есть 14 мм, он у меня сюда не пошел, потому что в нем нет необходимости. Рассказываю про каждый диск. Начнем с простого, с универсального. Это 19-й диск, 19-й диаметр диска UV-POD от ATIS. Это оптимальный диаметр. И для того, чтобы кератоз снять, и для того, чтобы зашлифовать, и для того, чтобы поставить насадку BAFIC и заполировать стопу. Это будет наиболее универсально в нашем случае. Далее. Почему я взяла дополнительно 24-й диск и 10-й диаметр? Потому что бывают случаи исключения. Какие случаи исключения? Случаи исключения – это когда, допустим, для чего я могу взять 24-й диаметр? Когда у меня особо нечего спиливать. Я могу сразу перейти к шлифовке на стопе. А когда я шлифую, допустим, работаю вот такой насадкой BAFIC, у меня работает вся поверхность. Чем больше площадь соприкосновения, тем быстрее я зашлифую стопу. Именно поэтому я могу либо сразу взять такую насадку, если у меня нет необходимости в принципе ставить абразив и снимать толщину кожи, а я хочу только зашлифовать мелкие шелушения и заполировать. Либо я могу поработать, снять кератоз при помощи удобного мне 19-го диаметра, который не будет давать вибрацию на высоких оборотах, а потом большой площадью соприкосновения, большим 24-м диском заполировать всю стопу очень и очень быстро. Потому что больший диаметр, большая площадь соприкосновения. Друзья мои, у нас прошел час, я сейчас перезайду в новый эфир. Никуда не уходите.